От жилого дома до свалки, по-другому местные жители, это место не называют. Буквально несколько шагов. Ситуация начинает усугубляться, как правило, весной. Три бака заполняются молниеносно, да и крупный мусор туда не положить. Бывает, что запах настолько сильный, жалуются срактажцы, что открыть окна невозможно. И это при том, что региональный оператор регулярно курсирует по улицам посёлка. Только вот опустошает лишь контейнеры, всё остальное так и остаётся гнить. В поселковой администрации заявляют, что за вывоз мусора, в том числе и складированного рядом с баками, ответственность несёт региональный оператор. У нас на сегодняшний день ответственный региональный оператор природы. Мы неоднократно письма направляли в адрес природы с требованием вывезти мусор. Ну, обещали, говорят, будем вывозить. То есть мы ждём как бы результат. То есть мы с ними и созваниваемся по телефону, разговариваем и встречаемся, и письма шлём. В свою очередь региональный оператор с такой позиции не соглашается, так как организовать контейнерную площадку, заниматься её уборкой должны местные власти. Таким образом, работа по содержанию площадок, накопление твёрдых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок, обязаны проводить организации по обслуживанию жилищного фонда. В городах ТСЖ управляющие компании и другие. В сельской местности – местные администрации. Похожая ситуация и в Новотроицке. Из-за неразберихи между природой и местными властями страдают люди, которые справно платят за вовы с мусора. Но по итогу получают свалку под окнами собственных домов. Мы, говорят, ящик вывозим, этот контейнер, больше нас ничего не касается. Управляющая компания говорит, у меня машины нет, у меня техники нет. Это всё к городу относится. Город, говорят, управляющую компанию должна вывозить. И кто должен вывозить, я не знаю. Там и собаки, и кошки, и что там только не валяется. Идёшь, прям аж запах такой неприятный. Горы мусора складируются под окнами арчан. На большой район всего одна контейнерная площадка и с одним баком, который мгновенно заполняется. Одного бака здесь, естественно, что маловато. И когда он наполняется, его сразу не вывозят. Получается, рядом составляют весь мусор. Не от того, что там некуда ложить. Вот к этому и претензия. И вообще, почему? Они не убирают, а деньги с нас высчитывают. Вот это надо раз не делать, не исполнить работу, не высчитывайте денег с людей. В администрации Орска заявили, что о проблеме знают. И пояснили, что на данный момент некоторые контейнеры вышли из строя. Часть комплектующих уже закуплена и передана региональному оператору. В ближайшее время будут приобретены мешки и произведена замена повреждённых частей. География мусорной проблемы, как оказалось, обширна. Люди обивают пороги чиновников, но никто помогать не спешит. В дело приходится вмешиваться третьей стороне. И только после того, как ситуации придаются огласке, чудесным образом находятся и спецтехника, и свободные руки, и те, кто должен делать свою работу. По идее, без указки СМИ. После появления журналистов на улице Щёрца в Орске, местная стихийная свалка была ликвидирована в тот же день. Татьяна Кирдина, Ксения Семененко, Игорь Платонов. Новости дня.